Доброе утро, страна! Действительно, почему ты сразу, не после Нового года, представил свой клип именно в феврале? Ну, не знаю, как другие... Да, я запланировал, что середина января я начинаю съемки своего видеоклипа. Мы писали с режиссером сценарий еще осенью, да, ну, по сценарию мой герой должен был сесть на мотоцикл зимой. Ну, а какие покатушки зимой, понятное дело? Снимать на мотоцикл. Да, да. Поэтому, так как он поссорился со своей любимой, у него была депрессия, он спустился в гараж, взял свой мотоцикл и поехал. Ты знаешь, Олесь, в этом плане, если бы съемки были зимой, остановка посередине клипа, смертельный номер в нашем клипе. Сразу после этого уже катаются на мотоцикле. Расскажи... Собаки же, они в основном зимой не выезжают из своих гаражей. То есть, действительно, это беспрецедентный случай, потому что он поссорился, я так понимаю. Да, да, да. Вот его накипело, он решил выехать. А почему поссорились-то? Почему поссорились? Я обижал девушку... Как тебе не стыдно? Нагодней. Да. Ай-яй-яй. В итоге она разозлилась, бросила меня, у меня была депрессия. Ну, песня такая, как бы, очень... С одной стороны, когда слушаешь какая-то положительная, с другой стороны, если слушаться в текст, она депрессивная. Вот. А чем же навеяны такие депрессивные настроения? Дело в том, что песню написал мой друг, который он проживал один год в Соединенных Штатах, звать его Мурзак Даниил. Он там встречался с девушкой, которая его бросила. Ну, он должен был ехать и на родину, она разошлась с ним. Она не захотела ехать с ним. Да. Она не знала, где находится Молдова, поэтому он ей показал на карте. Она подумала, что это? Это где? Это что за страна? Не, ну, в принципе, все мы патриоты, поэтому давайте говорить реальные вещи. Молдова – это не США, она просто была не готова к такому уровню развития. Нет, дело в том, что Молдова очень маленькая, но на самом деле у нас тут очень красиво. Вот в следующий раз, когда он поедет, полетит в Америку, он ее пригласит. Первый день, как я к нему только пришел, набрали первые аккорды, все. С тех пор очень легко пошла работа. Мы сделали аранжировку с песней, как бы записали в течение двух недель. Вот. В общем, легко. А сам съемочный процесс как проходил? Были какие-то, может, казусы, интересные случаи на площадке? Съемочный процесс проходил… Судя по улыбке, весело. Весело, очень весело, да. У нас было пять съемочных дней, и самое сложное, был третий день, когда мы должны были сделать ночную аварию. Вот. На улице снег был, было скользко очень. В общем, у нас… То есть весь антураж необходимый присутствовал на улице. Да, да. В общем, нам по сценарию нужно было зажечь скат. А тут, насколько я знаю, как человек, присутствующий на презентации твоего клипа, в это время подошли блюстители порядка. Да, но они не успели увидеть, когда мы зажигаем. То есть они как раз подъехали, когда мы потушили. Но самое интересное, только-только мы зажгли скат, и в этот момент было включены фар у шесть, пять, шесть машин было. Люди начали останавливаться, следить за процессом, как мы снимаем. В общем, где-то машин десять так остановилось, люди вышли. Ну, было интересно, на улице холодно, людям было интересно. То есть проезжающие останавливались, подходили. Как говорится, подавай людям выпивку, еду и шоу. И людям очень ничего не надо. Не говоришь, что ты еще говоришь не о презентации. Хлеба и зрелищ. Кстати, вот насчет презентации. Когда, где она проходила? Сколько людей ты пригласил? Для кого именно? 13 февраля проходила моя презентация в Pink Martini. Я пригласил 120 человек. Пришло 100. В общем, зал вмещает в себя 100 человек, поэтому мы рассчитывали, что 20 человек откажут. То есть ты рассчитывал, что 20 человек в случае чего будут стоять? Нет, я рассчитывал, что я буду стоять. Один за 20? Один за 20. Да. В общем, презентация прошла очень удачно, всем очень понравилась. Мы даже, в конце у нас была такая фишечка, гости приходят, фотографируются на фоне баннера. И буквально через полтора часа они могли получить магнитик, фотомагнитик. То есть такой магнит со своей фотографией, который можно клеить на холодильник. Да, всем очень понравилось. Это, ну, как бы недорогой подарок, но в любом случае подарок. Но приятный сувеник. Очень приятно. Ведь, как говорится, ценен подарок не суммой, которая за него заплачена, а вниманию. Да. По поводу видеоклипа, хотел сказать, что снимал мне видеоклипы Mary Film Production. Это Марьяна Маринеско, это первая девушка-клипмейкер. Ну, как я слышала, это уже не первая, потому что в 90-х была еще одна. Но сейчас, на данный момент, она единственная. Единственная, да. Вот, единственная девушка-клипмейкер. Вот про кого Киркоров в свое время пел, ты единственная моя. Да. Про своего клипмейкера. Кстати, а она у Киркорова не работала, нет? Нет, она не работала, но у них, у ребят сейчас очень серьезный план, они готовятся к фестивалю, кинофестивалю. Где будут работать с Киркоровым? Возможно, возможно, их работу ценит Киркоров. Вот 15 марта, как они уже сказали, у них начинается съемка короткометражного фильма со спецэффектами. Скоро в Молдове появится новый фильм. Здорово, будем ждать. Расскажи тогда о своих планах. Подожди, прежде чем он поговорит о своих планах, ты понимаешь, да, что если мы с тобой захотим посниматься в каком-нибудь кино, через кого действовать? Да, 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 спокойно. Но ты понимаешь, что двое обаятельных ладящих с языком. Два актера уже у вас есть, так что передаваем. На камеры работать умеем. Супер, супер. Вот я как раз собираюсь, мы уже разговаривали с режиссером, у меня как бы сейчас я работаю над новой песней. Название сначала было опять же написано на английском, но я хочу отойти чуть-чуть от английского, скорее всего мы ее переведем на русский. Ну, в принципе, эту песню ты тоже переводил на русский. Да, 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 но изначально мы запишем, как бы текст был написан «Best Day», «Лучший день». Опять же, чтобы не подумали… Это вы не перевели песню «Левс» в самый лучший день? Нет, мы скорее всего поменяем название, вот и будем работать над этой песней. Уже я говорил с режиссером, либо это будет саундтрек к его короткометражному фильму, либо же опять же снимем новый видеоклип ближе к лету. Ну, вот видишь, он сразу и о планах своих рассказал. Да, клип, песня будет позитивная, мега позитивная, все будут танцевать. Ну, вот я знаю, что тебе уже предложения какие-то из стран ближнего зарубежья поступили по поводу того, чтобы крутить твои песни где-то на иностранных радиостанциях. Да, были предложения с московской радиостанции, как бы не с московской, как бы написали мне на фейсбуке один из российских продюсеров, как бы предложил, чтобы я записал свою песню на русском языке. Вот, в итоге, если как бы ему все понравится, возможно, будем сотрудничать. То есть, возможно, посотрудничать. Да, да. Я записал, вот сейчас ждем ответ. Ну, удачи тебе тогда. Спасибо. В общем, Самир, надеемся мы, что твоя песня не только на русском, но и на английском языке обязательно прозвучит и за рубежом, и у нас. Ну, а мы, дорогие друзья, прямо сейчас посмотрим дебютный клип певца Самира. И тебе огромное спасибо, что в этот ранний час высказали нам на огонюк. Тебе удачи, ждем новых творений. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, а у вас, дорогие друзья, прямо сейчас на экранах появляется клип «Певец, Самир!» вашему вниманию. Первый луч солнца Не выгонит холод вчерашних потерь Я устал бороться И рьяно стучаться в закрытую дверь Вновь на час начала Мне нужно по прежним дорогам пройти И новый смысл в старом найти Я закрываю глаза Черту переступаю Нет пути назад Я отпускаю тебя Тебя О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Время прогнать Вновь начать сначала Мне нужно по прежним дорогам пройти И новый смысл в старом найти Я закрываю глаза Черту переступаю Нет пути назад Я отпускаю тебя 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пусть сажены мосты, моменты пустоты Ко мне явишься ты Первый луч солнца, осядет теплом у тебя на груди Я здесь с тобой, ты не грусти Субтитры создавал DimaTorzok